Доброго времени суток дорогие подписчики! Вы предложили мне попробовать убить клеща йодом. А вы знали о физических свойствах йода? В обычных условиях йод это твердое вещество черного, серого и темного фиолетового цвета. Это кристаллы со слабыми металлическим блеском и специфическим запахом. Жидкий йод можно получить нагревая его под давлением. Смотрите какой красавчик у нас сегодня. Увеличу для вас сначала в 100 крат, в 400 крат и в 1000 крат картинку, чтобы вы могли разглядеть демодекса лучше. Смотрите как он шевелит лапками и показывает нам свою мощь. Интересно это девочка или мальчик? Ну очень уж красуется на камеру. Ну что приступим? Пришло время травить клеща йодом. Я беру прям маленькую капельку йода на кончике иглы и угощаю клеща. Давайте глянем что происходит. А ничего не происходит. Пространство вокруг демодекса стало красивого цвета. А ему хоть бы что. На 8 минуте я еще добавил йода. Мне кажется ему нравится там где он находится. Живо перебирает лапами, но с места не двигается. На 18 минуте я снова добавил каплю йода. И на 24 минуте еще добавил. Он подвис, но все еще живой. На 31 минуте добавил еще йода. Мне кажется он мне машет. Мол привет, давай сюда. И я чтоб отвлечься решил его от скотча отлепить. Пусть взбодрится. Клещ взбодрился, но не сдох. 40 минут просидел в йоде. И я решил не тратить ни ваше, ни свое время и по традиции добавил каплю салициловой кислоты. Она всегда его убивает. И в этот раз тоже убила за 8 минут. Клещ обмяк, перестал шевелить лапками, чуток скручивался и перестал подавать признаки жизни. И снова хочу обратить ваше внимание на красоту вокруг убитого к мною клеща. Эти кристаллики образовались от соединения йода и солициловой кислоты. Красиво, правда? Похоже на крупеньки соли. А что если клеща засолить? Хм, устроим флотариум демодексу. Голосуйте и подписывайтесь на мой канал. Ну все, так чтобы наверняка через скотч разделяем тело клеща. Теперь точно все. Всем пока-пока и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok